С самого начала деятельности по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции Брестская областная организация Красного Креста определила четыре направления работы. Доставка на дом предметов первой необходимости тем, кто в этом действительно нуждался, в основном пенсионерам и пожилым, адресная поддержка обратившихся на добрый телефон, медикам, а также развитие службы допомога. Об этом шел разговор в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов работы в период пандемии. Благодаря слаженности и небезразличию к ситуации, волонтерам удалось создать достаточно мобильную группу, которая разделила полномочия и оперативно реагировала на возникающие проблемы. Должен был быть разработан алгоритм, как действовать, чтобы по всей стране мы действовали одинаково, чтобы не возникали никакие вопросы. Поэтому мы проводили в каждом регионе такие занятия, мы подписывали соглашение с волонтерами, они получали от нас форменную одежду, опознавательную, для того, чтобы все люди пожилого возраста знали, что к ним пришел именно волонтер Красного Креста. И они были все застрахованы немножечко позже, но были все застрахованы на случай заболевания. Конечно, эта проблема сплотила очень белорусский народ и сплотила население Брестской области. И помощь, конечно, всех помощь, она, в общем-то, была очень-очень важна и нужна. Результаты положительные. Поблагодарить за помощь и сотрудничество волонтеров пришли и те, с кем была налажена совместная деятельность. С Комитетом по труду, занятости и социальной защите взаимодействие велось в первую очередь по помощи и поддержке пожилых граждан. Мы уже знаем, как действовать. Мы готовы к этому. Мы мероприятия, которые намечены на сегодняшний день, не прекращаем. А то сотрудничество, которое у нас наблюдается с Белорусским Красным Крестом, конечно же, оно будет продолжаться. Оно было всегда, оно только показало, что действительно мы являемся надежными партнерами и коллегами. Но и самые главные слова в адрес те, кто не остался в стороне, а решил оказать посильную помощь. Волонтеры – главный герой этой встречи. В знак благодарности и признательности самым активным были вручены грамоты и подарки. Это, безусловно, приятный бонус. Но самое главное – это то, что люди не спешат уходить из рядов волонтеров. Они готовы и дальше помогать тем, кто оказался в беде. Все равно ты привыкаешь к этому. Почему нет? Людям было тяжелее, тем, кто не смог сам за продуктами сходить, либо купить медикаментов. Поэтому, скажем так, им было сложнее, чем нам. Будем продолжать сотрудничать по мере возможности. В зависимости от того, что им требуется, скажем так, будем помогать, чем можем. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.